Добрый день. На библейский портал Экзагет поступил вопрос. Есть страшные грехи, из-за которых даже священник может изменить к тебе отношение. Страшно исповедоваться. Что делать? Ну, вот, родные мои, поверьте, если бы все священники помнили все грехи человеческие, мы бы, наверное, не смогли бы с людьми общаться, и поэтому надо понимать, что какая картина происходит во время исповеди. Подходит человек к аналое, на аналое лежит крест и Евангелие. Перед вами стоит Господь. С одной стороны у вас стоит ангел-хранитель, с другой стоит священник. Задача священника, если его ни о чём не спрашивают, и он вам не духовник, задача священника – прощать и разрешать. Если что-то спросили, он может что-то ещё посоветовать. Но если священник будет… чисто физически невозможно. Представляете, на Пасху приходит 100 человек на исповедь, и со временем… Знаете, что вспомнило сейчас? Приходит знакомый человек на исповедь, преклоняет голову, начинает исповедоваться, и когда он дочитал до конца всю свою бумажку, мы с ним все вопросы решили, и я понимаю, что я не помню, как его зовут. Мне приходится… Мы с этим человеком давно общаемся. Мне приходится к нему наклоняться, накладывать их трахель на голову и спрашивать, как ваше имя. Я понимаю, какая у него реакция – человек, который тебя знает всю жизнь, спрашивает, как твоё имя. Но поймите, я сначала всё это как-то на свою память думал, ну такая вот память, там, ковид, слава тебе Господи, там, ещё что-то с головой, возраст, там, ещё что-то. А потом, знаете, что понял? Приходит один человек, а уходит другой человек. И когда человек приходит со своим грузом и уходит оттуда, даже земли не касаясь, ногами с радостью, со слезами, вот это состояние для священника важно, оно для него вожделенно, но никак не грехи. Вот поверьте, мы уж столько наслушались этих грехов, что нас удивить какими-то уж очень страшными, ну невозможно. Уж поверьте, поверьте грешному человеку. Поэтому идти надо на исповедь не к священнику, идти надо на исповедь к Богу. Каяться перед Богом и получать от Бога прощение и разрешение от всех грехов. Аминь.